так что поехали бы быстренько по пикам у navi хороший пик кстати хотелось бы отметить очень сильный mid game очень сильная за счет баланара таки это это кстати оффлайн баланар будет да походу потому что лиширка они это кстати фармящая венга и саппорт и лиширак огар довольно плотный угар маг танчище в общем не нравится очень сильно танкин тавер тавар спирит кто у них на спирит играть не пошка если мне пошка тогда у них все неплохо свинопас куда эта игра такая свинопас там задействованы палки и бутылки я знаю эту игру я суть правил не помню помню что надо было палкой попасть по бутылке которую там набивали камняли и чем-чем чем-нибудь в общем там была одна забавная история как челику прилетела в губу палкой там тоже такая вишня полилась просто с него пошка вроде жесткий да да я же про это и говорю так эту штучку закрываем включаем вас хиты так пойдемте быстренько по составам кто на ком миппошка и урт спирит гостик на кентаври и фэнчик у нас будет играть на инвокере кингер на рубики и чапи на джаггернауте у нави пайкат на венджер фулл спирит как искал фармящий дэнди в миде на сф чеки рмен лишь рак бивер у нас будет в исполнении на о гармаджа и генерал на баланаре ну я бы поставил ребят на пик и все-таки нави потому что мне почему-то больше импонирует этот пик довольно такой жесткий жесткий сочный не знаю как вы можете написать свое мнение кстати так глазом краем как хамелеон ебаный один глаз прилеплю к чату и буду смотреть за кого вы голосуете и чей пик больше нравится так у нас пошла атака смог вылазка хорошие два стана так и у юрубена огромные проблемы еще оставляют на дэнди на дэнди ласхи расставляют это вообще жестко это просто фул души сразу на первом лебели то чувство как дородился в 2002 самое бесполезное что было в детстве это когда я упал в кусты кры крапивы лицом веселых тебя детства было ли ну ребят 90-х у всех было детство жесткое потому что ну не было ни интернетов ни телефонов нихуя не было вообще абсолютно ничего развлекались как могли единственное развлечение это был дисней по воскресеньям никого сука не было во дворе просто все смотрели аладдина блять или еще какую-нибудь утины истории ну или скиньте мяч ребята все туда и пошло у какого-то челика был мяч все это это лучший кентуш причем если вы даже загоняли домой он оставлял на кого-нибудь мяч его там заносили потом и так далее слово пастыря блять или играй гармонь бывало воскресенье когда сука играла играй гармонь не было диснея какого хуя хотелось подать но ты был пиздюк семилетний поэтому не получалось играй гармонь это вообще что за передачи кто его смотрел что за ебанутый так ладно мы отвлеклись нас два фрага тем временем сделали уже нави показать итог боя посмотрим погиб спирит 219 голды в копилочку нави надо надо вникать в суть игры потому что тени детство такое пашка сильно на земле проверяйте хорошо будем чекать по кентавр кстати с турманом кентавр еще это полик собирается здесь гостик судя по всему фармить кстати вот вчера хотелось бы игру вспомнить от паши когда его очень сильно гнобили все-таки на 10 минуте он на кентавре вы не с каким-то макаром даггер это было люто кентавр потом начал ворошить врагов так ну что у нас обычный дабл линии кстати инбокера не так часто я вижу в этом патче видел его от команды вега и там год не особо хорошо санстрайками попадал был такой конфузик кстати navi за очень долгое время я первый раз за дайр по-моему вижу вчера я не помню играли они вообще за дайр или нет но никак не особо привычно их видеть не зарейдент так не пока все 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 довольно скудника происходит джигурт фармит баланара вроде бы тоже никто не гоняет это очень кстати неплохой бонус для navi потому что к четвертой минутке он будет довольно неплохой позиции находиться неплохом состоянии это и понятно и сайфа очень должным образом оберегать эгик 97 спасибо за ли сабв 2 месяца дай бог здоровья добро пожаловать на канал я рад что то с нами спасибо так да не я думаю надо левел 3 взять и его гормак уже может отсюда конечно отправляться куда-то ну пока бивер не убедиться что состояние происходит один в один тогда он отсюда не уйдет я думаю все таки будет ждать третьего левела плюс и сам еще левел получает на на собаке сабву лесов что-то повалило сайза нижний слэш рус спасибо сайза рус добро пожаловать хотелось бы сказать ус но но рус называли тебя сайза усики сайза усики сайза его усики спасибо большое братишь добро пожаловать так что у нас и мокер будет все-таки экзортов и ну кстати там же какие-то проблемы даст фаржами у него я слышал там талантом берется только второе форш это вообще непонятно зачем сделали видел там торнадо кулдаун сколько-то 18 секунд по моему режется или что-то такое это вообще же жесткая тема у нас есть усы в говне нам хватит я понял я помню такого сабва да так ну и хорошая пулина нас от команды нами происходит пока экшона никакого нету но весь экшены думаю на 4 6 минуту будет располагаться и все это будет исходить от генерала посмотрим как он реализуется в первые в первые ночи так и кентавр тем временем третий левел кардиоза за тапочками как я полагаю гостик бедный гостик кстати вчера да я думаю парень оправился все таки от своего баллона ра пацаны теперь баллона ра не берут и рубика сразу забрали кстати нафиг так а так и кстати у нас пошла на гостика но в этих до саппорта единственно что можно прохарасить этого толстого кентавра и больше ничего к сожалению не получится предоставить в такого же жирного фейнера рубик тем временем на кингере неплохо зарабатывает экспириенс практически 4 левел имеется джиггернаут вообще полный полный space получает для себя 5 левел тем временем уже их скоро фейз уже будет на подходе ты пашку бы еще взять потому что начинается пуш от команды navi на топе имеется уже первый кстати диаболик даже не 1 2 там стан в единичку понятненько на шайн ребята из empire походу ползут увидели сейчас генерала подпросали этого кстати там регенчик есть увидел это генерал потратил воид качественно так у нас пошла уже драка небольшая кингер закидывает неплохое было тп конечно на сейф но одного рубика здесь мало к сожалению упоминалось ранее джиггернауту надо было бы покупать чуть раньше тп-шку и лететь если они хотели что-то сделать ну была доля такая маленькая донуть на этом топе поэтому лучше конечно личный раз не рисковать плюс это даст некий фарм сейчас с кентавру который будет подходить к вот эту тавру его еще тяжелее будет забрать на тд-вышкой там орехи намного больнее у товаров бьют ну и саппорты команда navi перемещаются сейчас на мид потихонечку будут они помогать дэнди надавливать все-таки имеется лишь рак распикают они лишь рака нужно что-то с этим делать тем более в диаболике у нас сейчас пошел аспект на это делает ребята акцент так ребятки я прочитал бы все это с удовольствием начать сейчас не так много внимания так что все вы все ваши истории обязательно обсудим после после игру ли в перерыве там я и свой бачка есть с чатом уже full full комплекцию делаем так ну и что дэнди дэнди что он не до собирает или что это такое вроде не рецептов ничего нету нет это просто пт-шка походу будет атакуют с медасом было бы не что жесткого генерала тяжеловато будет забрать здесь дали вижен сам страйком статьи хорошим не слышит хорошего и слышать чапи это часть нас роман кстати в соло забрался с гостика весьма неплохо ну да диаболиком вот так вот встретить какого-то кентавра про хорошенному целью не пропарили этот фраг но мама красава красава стивка пасибо за 13 месяцев брат спасибо добро пожаловать назад так ну что генеральчик пока что не особо выхода каких-то много сделал была попытка как-то забежать мид но наш ранее он персонажей команды team empire и немножечко твой отхватил лилей час идет попытка прохарасить джиггернаута у чапи есть манга поэтому покатиться если он что сможет всякий случай ну чай вар там поставил под подхилом тяжеловато будет его забрать ну и тем временем команда team empire смещается генерал очень час дикий с фейзами на 5 левом 3 бои тяжеловато будет что-то сделать не получилось еще и встать перед мишкой чтобы он не укатился но неудобное место удобная позиция была дэнди хороший кайл дальним попал генерал заходит ну и скорее всего на мишки все получится сделать враг да добивается ребята своего плетает сдачи и чайпи начинают крутиться весов огромные проблемы не успеет он сделать или порт да да не успевает делать или порты такой себе размер вот нави непонятно зачем дайвит этот баланар слишком много агрессии по моему навеивает на команду нави и необоснованно если честно это все выглядит там учат еще нету не слышали есть покрутиться на трех персонажей он выходит сейчас успевает он доехает от своей т2 вышки все получил бить хороший качественный стану нас от гостика заезжает минус у нас на генерале минус 2 мне пушка не точно не точный закат делает но и романа тяжеловато будет это 5 все-таки левел лишь рак имеется стеки имеется третий диаболик если бы он не дай бог еще и подкатился бы под под рмн рмн бы подключил дома диаболик и убил бы его еще соляка это было бы не нужно но хотелось бы отметить очень качественное т.п. от гостика очень качественно так ну и фэнки временем кусты начинает потихонечку качать понятное дело что будет выход мидас мидас на инвокере это самый незаменимый этим который нельзя игнорировать никоим разом ну и начинаются сочные такие уже заявки от обеих команд пайкать тем временем перемещается кстати есть мидас ничего себе кстати у него еще один был мидас в старше непонятно зачем ну да ладно просто такое бывает если сф отъезжает очередной раз за минуту умирает два раза это не есть хорошо потому что это сильная в час фарме остановит через ультимейт или забирали да да чапи потратил он не слышишь вы там еще был вниз у дани но если не успел и там еще и центре был поставлен потратил ману сейчас не пушка последнюю свою чтобы поставить в армии но неплохо неплохо тем временем навик забирают нанесут один товар и дальше будет скорее всего давление не будем забывать что имеется 3 диаболик и ребята намного быстрее забирать вышки чем их оппоненты так что если сейчас нами быстренько как как-то дойдут это два товара и слишком долго будет empire возиться стоять и на топе то довольно плотно сейчас прохарасит но уже смещается сюда киндер ребята понимают чем это пахнет и что имеется потенциале потратится даже глиф чтобы задать этот диаболик первым заставляет на ветки имеется нас телепорт от не пошки на мид но по-моему без маны летит закидывается кофе балалнара у нас к сожалению нет ночи и для чапи очередной фраг легчайший и понятно что здесь сделал баланар без ночи странным странный выпад имеется статью орда но вот так ловон довольно быстро взял но вот сейчас он в экспириенции как-то остановился непонятно почему качал какой-то один два кемпа в лесу ждал до следующей ночи и только экстренно как-то перемещался бы на на помощь своей команде исключительно только надо в позициях атаковать сейчас ночью не особо выгодно ли цена вид хостатим репни появляется на боте бивер и и сторожит сторожительных подозревают для для генералы для кого деньги по моему очень далеко отношение забирает его и как 9 лава кстати венга очень быстро набирает обороты тот керирующий молодой человек да вот и вот эти две смерти очень сильно стопнули его уже был бы dragon land если бы он лишний раз не залезал эти вот какие-то инсинуации грязные гонят ворсики да давайте на порсики включим мы видим что пайкат неплохо стартует но капи не отстает за счет того что у него весьма неплохое начало было ну и плюс довольно многие лучи забрал сейчас за последние то минутка 34 но все неплохо по киллам имеется кстати яков уже буквально через оточку голды вот два крипа вот и будет яшка готова так ребята тут на им что-то собрались надо команда navi больше аспект сейчас начинает делать на фарм это была про юзаная ночь насколько я понимаю да про юзаная ночь было непонятно зачем инвокер откидывается просто по крипам сейчас метеоритом ну и фэну смысла нет час книжку там держаться на страйк и всегда имеет возможность дать куда-то по карте помочь помочь команде башки что-то знает по моему или он просто сюда зашел видишь лишь рака пошли на спин гусики пин гусики пошло т.п. ну об этом ребята не в курсе ну и на вид заходят маршана залетается страйк спитом попадает по троим еще и по моему рашана если не ошибаюсь зацепила пошел на скан сканирует у нас боя но это к сожалению слишком поздно было сделано и дошла достается команде navi фэну надо отсюда теряться как можно быстрее потому что все таки работает ночь которая кстати закончилась на него мог бы быть выпад неплохой так ну что у нас контура который кстати хотелось бы отметить практически есть дагер нельзя ни в коем случае сейчас гостик увязываться какие-то драки потому что не дай бог и если он сейчас умрет дагерь может но очень долгое время отложиться потому что где одна смертом и 2 рядом как правило это не заканчивается все одной смерти если ты умираешь возле дагер это проклятие дагера назовем его так так что винчи full spirit есть доминатор что дальше пайка собирает пока что непонятно как бай у него к сожалению пуст скупается книжечки пошел у нас тампит чапи чапи успеет ли убить до успевают убить через болдер еще забирают этот прекрасный шфраг сафа сильно ищими сейчас в этой карте так отметить эмпайр очень сильно подготовились это заметно со вчерашнего дня так ну и балнар тем временем начинает фармить покупать при понимает генерал что он неплохо так под отстал по и по экспириенсу начинает это компенсировать покупочками даса буквально чуть-чуть ему остается тут тоже хотелось бы сказать посоветовать так скажем генералу что тоже нельзя ни в коем случае закидывать потому что проклятие даггера не только на даге распространяется нами даст тоже особенно возле рецепта когда вот прям писечки остаются как правило поэтому надо теряться техники дать свою команду как можно дальше очень быстро падает тавер там 4 диаболик до 4 диаболик имеется и парень к сожалению не так быстро пушат залетает у нас гостик с даггером спалили даггер конечно плачевно что спалили они его наличием одной смерти причем на на коре они на каком-то саппорте да и генерал у нас отправляется в таверну вот как раз таки и хотелось бы сказать что проклятие медоса немножечко с начинает работать будем отвечать сколько времени будет собирать он тот самый неблагополучный рецепт так романти временем ждет подкрепление попытка сейчас будет напасть на и фена через вап скорее всего не это будут делать сразу же инвиз моментальный ростик не древний был ли какой-то detect нет детекшена тоже никакого него это попытка была по плачевно но за страна я думаю они вы успели убить потому что их они довольно плотно еще такой 1200 хп да есть уже point booster это неплохо где бэбка я без вебки на данный момент ребят комментирование выпки немножечко отвлекает мешает вебка появляется в перерывах между паузами когда мы играем с общаемся до 40 будет я надеюсь что нет и генералы тоже надеюсь что так не считать залетает tower но буквально чуть-чуть остается будет ли на хэграунд нави пробует подыматься в принципе очень много всего есть есть аура венгиза макшина хоть и первый террор но ничего страшного полетает что гостик юзай шран в одинокого кстати ростик почему-то не подошел залетает хороший стан инициация немножко дискоммуникация произошла из-за это второй шрайн сильно подпространили приката но не будем забывать что там есть один залетает нами кошка раскастовал свой свой тиммейт но просто просто смерти не обоснованно сейчас было не как команда не поддержала этот ну попытался он как-то на коцать есть урна в наличии у нами на баланаре не будем забывать и все-таки отхиливаю там кора своего ребята с помощью я если романа здесь закидали с останчиками шикурки . чапи забирает этот фраг navi попытались или что продавить ребята с empire но все это закончилось только забрать забиранием т3 вышки ну и чтож есть еще время ребят из empire как-то клематься после этих мувов пока что инициация только в лице одного кентавра имеется с пашкой они немножко раскоординировались как-то это было все несинхронно сделано желательно чтобы они влетали вдвоем чтобы сильного фокуса такого в саппорт не было и на пашка успел еще погрязеводить немножко под свой как он там магната из на магната по успевал еще камушки поставить ответ ответная такая выходка у нас идет от эмпира залетает еще сам страйк да это минус сф подходит navi пошел свап кентавра при подстанта подстанчик подстанчик свап спайката сбивают аегис гости попытался там максимально много дэмэджи вынести под конец так учать учать и есть покрутиться если пашка до сожалению тут нечем сбить через вертушечку нечем сбивают нет никаких башеров нет каких-либо спеллов которые работают через мистик ему разменяли деньги но фейнер и я думаю это все таки неплохо посмотрим положение по графикам в районе 4000 нави держит преимущество по эксперименцию к сожалению для navi преимущество находится затем импайр так ли пошка максимально попытался распушить линию улетел сюда понимая том что на него будет какое-либо смещение у чапи тем временем имеется монта ставил будет собираться еще диффузики есть кстати какой-то vision или какая-то информация вижу на по моему нету нет никакого вижена но были сюда пинги какие-то и понимали где примерно находится кто-то из команды импайр гостик улетаете временем на топ после покупки даггера прошло довольно много уже времени на фарм он за этот промежуток времени только 1200 это это было видно потому что подпали на кентаврии умирает за месси но выдает очень много импакта хотелось бы отметить команда из navi фокусирует свои силы на боте дэнди тут остается в одинокого просто распушит линию наверное заберет баунти и думаю не будет продолжать какие-то пуш потенциалы предоставлять смог от команды navi точение от команды на ветка тема я прошу прощения начинает нас уже первый шайт падать в количестве двух человек остальные двое ребят очень далеко и и команда тимомпайр по-моему даже в четверых выглядит немножко посильнее забирается просто шрайны тимомпайр не будут здесь принимать бой какой-либо так что-то мы винучиву спирит есть есть лотар собираться будет бкб довольно плотная винга у нас получается полторы тысячи уже много с руки очень много стуки там же варцы не было там борта все было без варда и хотя нет вот он бар стоял до надо настоял бард но по моему ночью было был не такой vision тому в половину того примерно где мышка сейчас показываю примерно сюда показывал джаггер вот сюда забежал на него пошли пинги и он убежал сразу же отсюда поэтому как-то странновато это все выглядело так ну и как я полагаю будут такие ребята ночи ждать и пошел у нас кстати баланарчик рашить аганим появляется уже поин бустер ну и надо три палочки до собирать так что там и романа собирается ли этот парень в кора до роман довольно неплохо кстати имеет уже солд бустер это будет блатс тончик дабл сончик будет довольно неплохой артефакт на тимфайт да и подбустит себя как как такого вот добавочного кора весьма неплохой артефакт хотелось бы отметить так ну и чапи приостановился немножечко фарме за последние наверное где-то минутки полторы он оформил буквально 700 галты это довольно мало но это это и понятно потому что нави все-таки держит скованном состоянии ребята steam empire и куда-то вот слишком надолго я чапи не может отойти где-то по форме до вас петуши тоже не особо ему получается забирайте там разными нас сорян с меня вылезает что-то форме отрыжки это было это было непредсказуемо так ну что дэнди имеется кстати в кб будет собираться хуй гон пайк весьма неплохо но мне кажется на вещью все равно не готовы какой-то плотным fight давать более где-то вне полу вне базы потому что джаггеран в чистом поле очень сильный когда нет клипов ничего такого сущность виде гномика до до чапи еще определенно нужен какой-то один факт на статы либо на какой-то вот дизайбл такой как вот в виде диффузов за и был довольно порядочно будет выглядеть посмотрим но пайр это понимает и подфармливают как только есть возможность так что у и фенчика у фенчика есть огонь им будет покупаться дагер 15 лывы на инбокер что там половой лам какой самый большой у нас ну то и фен неплохо так по экспириенс уйдет весьма неплохо чем опережает посмотрим графики графики нави по галдю не прям очень плотно лидирует и уже по экспириенсу начали на 2000 обгонять хотя ситуация пару минут назад было немножко в другом формате ну и пока скудненький фарм происходит довольно довольно такая опасительная встреча от обеих команд происходит 10-7 за 21 минуту предыдущие катки были намного дополнены экшеном там фрагами или еще чем-то причем я бы не сказал что это тупая какая-то месилова было какое-то тупое месилова там были конструктивные файты довольно плодотворные причем для обеих команд даже если ребята как-то выдавали преимуществом и все равно не пытались хоть что-то сделать тут больше опасений от обеих команд залетается страйк под станкин тавра очень качественно и тем временем год лайк зарабатывает чапи будет весьма неплохая попытка сейчас забрать один товар рошана еще нет пошел нас чек дэнди кстати одним форжом чекает довольно скоро уже будет пошел стомпит против чего тренер начал гостик по моему зря стали стомпит подходит сюда дэнди вместе с пайкатом только они здесь находятся двоем и это но об этом ребята конечно же steam empire не знали но ребята из империи очень паникуют по моему потому что нами находили составе четырех человека не понимали что у игр мертвы но если бы чуть-чуть дольше файт пошел бы много довольно быстро появляется сейчас пока мог бы конечно прилетели этого импайр наверное боятся все таки ирошан скорее всего отойдет копилочку нави либо же будет попытка да пошел он смог кентавр запрыгивает сам по троим залетает еще сан страйк залетает еще болтар просто по трим господи что они творят надо добивать надо добивать этих сладких булочек блудсон от ремена залетел неплохо пайката на пол хп вылечила кстати а егэс был в пизден у нас кентавром залетает еще один очередной болтар скорее всего убит щас пайката дэнди очень неплохой ультимейт раздал получает стан получает из пол юзается бкб до 20 процентов хп вот они будут огромные проблемы вы фэна тем временем появляется дагерта и это 13 забрали лишь одного рубика команда на видео я егэс еще был сворован и все не очень хорошо качественный замес это по качеству ты думаешь нужно резать аганим кента не сказал бы что ему нужно резать ребята это еще и нужно его собрать чтобы его резать это не какой-то дешевый там артефакт который там его с позиции у флейнера покупает если будет фармящий кентавр который будет покупать аганим то есть соответственно у вас керри потенциал упадет поэтому резать и думаю все таки не стоит так ну и импайр с учетом того что они неплохой файт сейчас провели они видят двоих героев татерни причем на двух порах увидели глиф и ребята отбегают от т2вишки т2вишки это вот дорогого стоит на самом деле наблюдать вот такие действия от снг коллектива довольно непривычно потому что раньше ребята не чувствовали границ после выигранного файта просто мгновенно вытаскивали волосы с груди и шли просто даже на т3 там т4 сейчас совсем другие результаты показывают команды нам намного больше аккуратности добавилось в какие-либо действия даже вот сейчас это глобального такой момент хотелось бы заметить переворот такой снг сцены что даже в такой ситуации после выигрышного файта ребята отступают и боятся лично раздраться когда они в этом не уверены поэтому красавцы поближе бы камеру давайте вот так не просто пиздец как угодно если честно вот так вот комментировать прям прям нормальная тема руха бы этого не услышишь кентавр там спиздила ягис ну так и не сядок нам-то делать там штрафа ну тогда идите временем хуикан пайк собран следующий какой таргет будет отданы нет даниилу пока что ничего нет в стощике бкб кстати готовая на пайкате будет собираться монта стайл летали сфера а это не монта стайл прошу прощения то силе в рейдж будет гадится но весьма неплохой до вариант потому что есть и кентавр есть есть и джаггернаут у которого такие неприятные пассивки как криты в основном такая вот 50 процентная доля его дпс а это криты как раз таки включенные пассивки не разрушена за кого-то пишут и паре то на самом деле жду сильного оппонента для вертус про начинается у нас замес чайпи неприятную ситуацию попадает залетает гостик станут сожаление только попадает по одному пайкату дэнди раз неплохо так разультался и просто моментальные минус 2 нави и изумительно просто подрались сейчас в дефе успеет ли у теткингер дайкингер улетает залетает санстрайк просто песечки хп остаются уже было только выжил наверное сейчас саппорт команды navi чуть-чуть бы вот худею был бы этот лишь рак и он бы отъехал потому что мы сорт максимальный с аганимом там санстрайк очень больно бьет 570 довольно много потому что раньше 475 он бил с аганимом 6 570 ровно на сотку больше так ну и что посмотрим ситуацию после вот этих вот файтов navi потеряли немножко преимущества почти десятку было потом подошло к пятерке но и опять же выигрышный файты довольно много принес мне пашка сейчас закинул неоправданно если честно зачем он закинул 30 секунд не так много конечно но все равно для еще что ланты надо освещать если честно я про них забыл прям совсем атрибут скорость атаки все все херня нормально но мы и без этого справляемся похер так в чапе тем временем что будет собираться еще бы к башка кстати раньше как-то игнорировали бы кб очень очень в редких случаях собиралась джаггера бкб вот когда прям действительно очень много дизайбла было ему нужно было бить они крутится потому что сожалению джаггер может и выедить крутилкой ну на вас стадиях там игры это крутилка практически ничего не наносит если джаггер наут крутится и в этот момент не дамажит то соответственно очень много дпс отеляется и соответственно у тебя союзники с команды погибает зато все время пока ты крутишься не наносишь очень много дпс поэтому бкб не такой плохой выбор раньше это конечно же игнорировали сейчас все больше и больше начинает покупаться там причем третьим четвертым артефактом бкб на джаггер науте это тоже такой небольшой рост это наверное больше рост доты то что она немножко быстрее становится игры идут по 30-40 минут в основном даже не в основном а в большинстве случаев поэтому заставляет у таких вот коры щеки гернал покупать себе пока башки чтобы не страдать файтер так пошел у нас замес в огромные проблемы у рубена хороший кстати у тиммейт залетает у нас гостик просто минус 2 1 саппорта забирают чапи вовремя начинает крутиться за его идут станут пайката гостик хотелось бы отметить его врывы очень шикарно работает кентавр причем он спас своего саппорта на рубике он успел на гору заехать и учат огромной проблемой успевает он поражать еще раз крутил очку свапают сейчас еще ими башку ли пашка отталкивают рмн и улетает отсюда все качественного немножко получается здесь сделать ну и размен майнкора теряет сейчас команда эмпайр ну забираю фейнера и саппорта так силе рейдж что дальше будет собираться кстати на деньги будут собираться кираса понимают что очень много там физического дэймэджи в лице джекернаута вылетает и кираса дает и push потенциал неплохой ну и команда становится крепче ну и сильнее соответственно так будет ли какой-то вижу на генерала гоним все это видно все это вид нами пушка спускаться ли будет у кингера могут быть огромные проблемы ловит он воет сразу в лицо без саленса здесь нет саленса все-таки виду до чтобы там не дай бог ключник или кинесника не поймать надо было быстро саппорт это возбревать и фена сейчас тоже видят ребята из команды navi к сожалению не гема ничего нету видят как fn делает телепорт получит не получилось и получилось ребята знали сбить этот телепорт хорош хорошая попытка была дэнди там задвинуть баланар но чуть-чуть не хватило потому что там все-таки каст анимации есть у баланара пока он там ручками замахнется дать этот воин тут реагировал довольно быстро так ну и navi 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 будут ли ждать а егеса ребята из navi хотя тоже уверенного какого-то подсейва для себя наличие егеса в лице егеса так скажем пока башка уже практически на подходе я думаю чапит даже не нужно сэвить бэйбэйк потому что тут ключевые файты сейчас начнутся которые очень многое решить чуть ли не концовочку не концовочку катки так стомпе ник стомпе дик на и романа будет сейчас огромная атака залетает колл снепчики и у романа огромные проблемы нужно 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 себя за себя суицидит успеть и нет роман не успевает стоит ли сейчас нами ввязываться в эти файты в отсутствие лишь рака непонятно так дэнди дэнди заходит в виде двоих персонажей я не видит получаете легенес получает фейтболт юзайца 5 бкб на 30 процентах дания не успевает залететь но и фэн тоже не понял куда у нас уехал сф до тем временем на топе происходит у нас траханье одного кентавра в трижала залетает мипошка просто болдер по двое по троим прошу прощения залетает еще и ппп попадает по пайкаду пайкад полностью без моды подлетает это чапи с монтой просто дефузами разбирает гора команды navi и отличный просто отличный р спирит отличный что это за камень вообще читерский был блять просто по трим персонажем ребята не знаю просто как по линеечке бежали под этот болдер ну и такая неплохая теточка от импайр посмотрим сейчас график я итог боя проебал немножко в районе десятки все время кружится вот это преимущество знали по голде но если честно визуально но если честно не наблюдается по карте experience тоже в 5к но то плюс-минус один там скинл на такой стадии так что такое обратный булыжник по 3 булыжник был общий чётенький вот если бы какое-то не торда да вот какой-нибудь метеорчик поэтому всему заехал судя по всему if она была кп потому что они там деньги нападали не будем браться в эти расположения вдаваться что там было по скиллам что не было рмн деньги выходят на и фэна хороший станок термена хотелось бы отметить и получится ли но ты точно никакого нет ну нападать вот так вот на инвокера знаю что там есть аганимы быстрые пальчики на ником западе от и фэна поэтому нужно носить собой детекшин если вы хотите убить инбокера тем более в два лица и тем временем а егэ скорее всего безвозмездного станет закомандить им импайр нахуя брать венгу керри она неплохо в этой стадии в этой мете так скажем действительно неплохо тут проблема не винге больше нахуя берут мишерака вот это вот больше вопрос забирается егэс мяпошка залетает хороший болдер дает у нас по гормагу бивер бивер огромные проблемы начинают крутиться запрыгивает гостик просто опять сам по троим гостика пол хп гостик начинает страдать чапи 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 не будет юзать бкб пока не собьют а егэс дэнди юзается бкб забирает дальним к и лучшим у нас кингера чапи тем временем встает залетает стану не точный чапи просто быстрые пальчики юзается бкб и просто гостик опять не прощает в стане двоих это тем временем уже минус 3 скорее всего рмна тоже здесь догонят и хороший юл но это лишь выигрыш времени получается у себя засуицидить 1 в 4 опять же у нас страдает один кингер за всю команду но я думаю эти размены вполне устраивают команду team empire посмотрим преимущество в графиках 6000 изменения в опыте 1900 голды и минус 1000 унави это много это много это очень много но на данный момент да вот если вот сравнивать два пика я тоже не совсем понимаю присутствие керри венги но она неплохо ребят не будем сильно придираться к этому персонажа как король и довольно много пиков было где она хорошо заходила и довольно неплохо себя показывала но сейчас да я согласен тут она немножко неоправданно выглядеть и фэн для времени приобретает рвала сразу же прилетает на папы ребята будут безвозмежно забирать т3 вместе со стороной на топе возможно даже можно на 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 миг напасть нет там-то 2 но кстати крепы довольно близко можно хотя бы еще и вышечку забрали довольно много пока здесь чувствитель преимущества у дима байр если нет все оформят ключи графики давайте посмотрим график да уже в ноль просто по голде упало преимущество и по экспириенсу в районе семи с половиной тысяч команда empire уже ведет жестко 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 молодежно так на форс у нас уже не интересует давайте включим байбайки где они где байбайки состояние выкупа вот камилуки привет братиш так ну что и дима пар как-то сильно кучкуется сейчас в районе своих энд что-то будет ли это попыточка на смог выйти да есть мог у king era возможно тоже будет без кентавра 9 пашка тоже довольно близко тут еще и рменчик успеет ли свапнуть то там 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 дагер кстати дагер был в кд тем временем начинается атака и фэн просто соло нападает у нас сейчас на бивера вместе с деньги у бивера огромные проблемы и бивер забирают не успевая даже толстого гормака убежать свои свола и беда беда генерал ты временем видит всю эту движуху пепси через загоним все нормально мипошка залетает по чекать ворды он пошки кстати гем пошка сейчас по моему видел баланара хотя я могу ошибаться потому что ночь баланара режет вижен да и мипошка даже этого сейчас не увидел впритык подбегают у кошки огромные проблемы до сих пор он еще жив пайкать you за этим временем бкб и кидая защитили у нас нами нами пошку залетает торнадо не по кому залетает деньги дэнди 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 дает ультимейт не нажав бкб его просто за один баш похоронили это плохо сейчас коры команды нави вообще абсолютно ничего не могут сделать в тимфайтах потому что джиггернаут просто не прощает ему похер есть бкб нету бкб как бы там больно но этим импайр хотелось бы отметить ребят очень должная подготовка просто вот буквально за пару дней команда сильно растет нам сильно растет на глазах прям ульт никого такое да без бкб не знаю сознательно ли он его не нажал либо просто ошибся да не но с бкб он хотя бы мог там не знаю какого-то рубика по коцать там спит бегал очень сильно по коцам в общем такое себе гем еще не получилось забрать себе кошки у генерала в общем падает этого вышка графики там довольно уже большие за пятерочку перевалили по голдену и в районе десятки по экспириенсу за командой team empire чтобы состояние порошан урошан скоро будет появляться скоро будет появляться это не пара что-то на випадут ну не скажите либо команду тоже нужно хвалить вы такими высказываниями сильно не хвалить сейчас команду и паяшина все-таки ребята стараются и говорится побеждает сильнейший значит сильнее команда тима пайер оказалось прятал на из комедии за нами обидно я за них . заварну бывает что любимой команды проиграть графики великая джима лугма как-то как-то так на горы похоже немного перья качественного согласен согласен но нави они тоже в принципе борются то ребята у них вообще не очень такие радужные были ситуации в групповой стадии но все-таки ребята вышли в твои офису борются так это было три не будем забывать об этом если даже первые не все-таки проиграют хотя еще не уверен потому что система камбеков невероятно сильная сейчас нижней мете поэтому браться за то что они уже узнали катку мы не будем определенно так но у нас мог смог от команды team empire залетает фэн видят о гормага у пивера огромные проблемы а из пол и мп торнадо пол снэпчики убивера можно уже сразу хоронить подъюзывается ультимейт от от гостика гостика очень просто так размонтили свапается пайкат у нас с генералом генерала подставили пока все таки получается убить мипошку дэнди юзает бкб и просто начинает отсюда убегать пешочком чапи говорит мне не нужен дэнди мне нужен рмен я лучше козлика пощупаю начинает нападать ну и успевает суицидом нажать рмен но это минус 3 сегодня очень хорошо выглядит сейчас у этих ребят нет байбека ну и чапи начинает просто нарезать так же гернау подлакрит это страшная сила очень страшная стан по пайкату гостик вообще не дремлет очень хороший кентавр в этой катке видеться прям прям цены ему нету залетает торнадо по пайкату ставится из волк будет еще и колд снэпу бкб-шка 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 у пайката еще 10 секунд в кд дэнди пытается нарезать фэна но и фэнду пока что если честно эти тычки до пизды так слаб там тоже да по моему когда до слаб кд чапи отсюда улетает не совсем точный сан страйк но его даже бы и не убила потому что 800 хп пайката было на данный момент ну и забрали две стороны ребята и steam empire уходят отсюда хорошо очень качественно посмотрим графики в районе пятнашки по x по экспириенсу в районе 5 до empire плотно схватились конечно за свое преимущество просто как капкан и не отдают гг скриньте нет наверно я думаю что не будут писать вот на третьей стороне если умрут то там точно очевидно и гг мне даже кажется что если ребята и steam empire сделать мега крипов убегут на ведь даже до этого момента не будет писать гг будут пробовать потому что нужно использовать каждую каждую ситуацию хвататься так у генерала тем временем появился гем это свой свой гемчик нужен этот камень так ну и дэнди после появления кирас абсолютно ничего не прибавилось ты понятно потому что нажимы очень сильно сейчас позиционка проигрываются этим файты фармить особо негде потому что постоянный прессинг постоянные какие-то оккупации от эмпайр происходит то гостик понеслить больше за этим кентавром китавр очень сочный так бивер возвращается у нас на базу последний файт я так полагаю будет сейчас принимать команда navi залетает fn качественная торнадо прыгает гостик просто не успевают не дают нажать дэнди бкб просто половина хп дэнди без маны отсюда убегают произвольно было бкб у нас на гостике чапи тоже покрутился немножко подамажил тавэр и уехал дэнди хорошо что кстати не потратил бкб залетает опять торнадо от гостика от растика не точная свапы сэфа опять подстан просто куча дэмэджа дэнди просто разбирают за один дизейбл пайкат подрубает бкбшки ставится из волос вол не точный рмен тоже бегает у чапи огромные могут быть проблемы но есть еще он не слэш дэнди байбекается чапи прыгает по всем но очень мало дэмэджа потому что половина летала то в ветрах то еще где-то юзает сама поставил чапи пытается уехать гостик просто прыгает и разрывает опять двоих подстаном бивер единственный кто там остался живых нет бивер к сожалению умирает байка тоже убегает очень покоцанном состоянии его подхилила блудстона да это кгвп от navi санстрайк и санстрайком цепляет еще винджи фулспирит дэнди единственный кто выживает после байбека мипошка уже без камня просто гонит иди сюда молодой парджи гернаут да очень много хила кстати очень много по моему там торнадо от от и фена заруинила немножко он не слышь потому что там же гернаут просто пол ульты по ветрам попрыгал это было жесть